Только с собственным примером. Директор Артека проводит для вожатых инструктаж. Через несколько минут они отправятся поздравлять ветеранов. Перед выездом загружают в микроавтобусы пакеты с продуктами. Бонусом дарят необходимые медикаменты. За две недели мы обзвонили каждого из тех ветеранов Артека и Следственного комитета. Мы уточнили, какие лекарственные препараты им нужны. Поэтому сегодня мы еще везем и лекарства. Чтобы они постарались максимально не выходить из дома. Одно из первых праздничный подарок получает Вера Патеруха. Тук-тук, здравствуйте. Вожатых Международного детского центра женщина встречает с улыбкой на лице. Она ребенок войны. Родилась в 1939 году. Ее отец Иван Патеруха ушел на фронт в последний год войны и больше не вернулся. Забирали всех. Даже он был фактически инвалидом. И все равно забрали. И в Белоруссии, и в Гомельской области он погиб. По сей день 9 мая Вера Ивановна встречается слезами на глазах. Этот праздник у меня день скорби и поминовения. Однако греют воспоминания, связанные с Артеком. Ему она посвятила почти 20 лет. Работала и на стройке, и помощницей повара. Рассказывает, приезжали к ним звезды зарубежного и отечественного масштаба. Как сегодня помнит визит первого космонавта. Тогда еще мы на стройке работали, строили Артек. И вот этот морской лагерь как раз строили, достраивали все. И тут Гагарин приезжал тоже в гости. Все эти годы 9 мая ветеранов приглашали на праздничный концерт. В этом году масштабное мероприятие сменила акция «Вместе к победе». Мы не имеем права их забывать. И поэтому было принято решение вместе с вожатыми на весь период ограничительных мероприятий уделять внимание. Первыми эту акцию начали артековцы. После к ним присоединились и другие общественные и волонтерские организации. Сегодня к ним приобщились сотрудники Следственного комитета России. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни. И от всей души сказать спасибо. Житель Алушты Петр Юрчик – сын фронтовика. Его отец дошел до Берлина. Сам же мужчина восстанавливал справедливость в мирное время. Более 30 лет проработал во внутренних органах. Работал участковым, работал в уголовном розыске. И в последнее время работал в следствии. Следователем, старшим следователем, замначальника следствия. Режим самоизоляции не помешал долгожителям вновь почувствовать себя героями. Это ветераны войны, ветераны артека и Следственного комитета. В общем, в списке уважатых детского центра 148 человек. И все они получат свои подарки до 9 мая. Фатимисей Даметова, Асан Ибрагимов, телеканал МИЛЛЕТ.